Если быть реалистом, то добиться равенства на дорогах можно только в том случае, если совсем верховная власть будет этим заниматься. Потому что надо быть реалистами, никакие демократические меры тут ничего не дают. Мы, конечно, как простые водители, можем иногда наводить собственный порядок. То есть, если мы видим, что сзади с крякалками и мигалками едет вообще неизвестно кто, а не специальная машина, то мы можем ее просто не пропускать. И, собственно, нам же за это ничего и не будет. Но так многие поступают и делают. Хотя, с другой стороны, иногда себе проще, в смысле, так сказать, себе дешевле все-таки такого хама пропустить. Но, единственное, может быть, в некоторое утешение, я хочу заметить, что за границей иногда наблюдаешь, что все-таки со спецсигналами ездят не только скорая помощь и полиция. Бывают машины, я не знаю, кто там они такие, но какие-то ездят. Ну, так особо там, по-моему, не заморачиваются на этот счет. Но я уверен, с другой стороны, это важный момент, что если там какой-то деятель совершит ДТП, вот из таких вот, это никак не будет, не подвергнется замалчиванию, и последствия будут достаточно серьезные. То есть, там пьяные чиновники, там, скорее всего, не останутся безнаказанными.